Доброе утро, коллеги! Доброе утро, телезрители! В Евпатории уже, наверное, как и во всем Крыму, долгое время держится теплая погода. Это, несомненно, влияет и на настроение, и на стройку, и на другие работы. Но, так как был старт отопительного сезона, в домах евпаторийцев жарко. У нас сейчас в гостях директор управляющей компании «Наш квартал» Дмитрий Дудко. Дмитрий, здравствуйте! Доброе утро! Скажите, как урегулировать систему отопления в домах? Есть ли такая возможность? Или это уже никак не изменишь? Нет, на самом деле такая возможность есть. И мы, например, когда ходили по собраниям еще два года назад, мы людям говорили об этой системе, это система погодного регулирования. Это какой-то определенный, отдельный оборудование, которое нужно урегулировать? А в самом, получается, элеваторе ставится блок управления и электрозадвижка, которая, соответственно, автоматически, чем выше плюс на улице, тем она более ограничивает теплоноситель, подаваемый в дом. Соответственно, тогда меньше гикаклорий, и люди, соответственно, меньше платят. А, то есть полностью отключить отопление невозможно? Нет. Кто этой системой должен заниматься? Жители, либо управляющая компания? Ну, мы можем этим тоже так же самым заниматься и мы, но все дело в том, что ее необходимо приобрести. А есть ли сейчас в Евпатории уже такое оборудование или нет? Ну, такое оборудование стояло у нас, при Украине ставилось по программе, американцы нам ставили Одесси, на Полупаново, 38. Дом такой у нас есть. Один дом у нас сейчас? Да, у нас один дом с такой системой, ну, есть, получается. А что делать остальным? Они платят? Остальным придется, к сожалению, платить, либо, ну, брать в свои руки эту ситуацию, проводить собрание, подходить к нам, мы можем помочь все это дело сделать. Мы, в принципе, мониторили цены, все проверяли. Сколько стоит эта система? Ну, значит, варьирует цена, значит, от 160 до 340 тысяч. Ну, для того, чтобы быть более-менее понятным, это пятиэтажный дом, пятиподъездный будет стоить эта установка где-то в районе 250 тысяч. А кто должен устанавливать? Если, допустим, жители приобрели уже эту систему, это к вам можно обратиться в управляющую компанию? Мы же ее и будем устанавливать абсолютно правильно, получается. У нас для этого есть все ресурсы, есть люди, которые это все смогут установить и наладить, получается. То есть система регулирования у нас только в одном доме? К сожалению, только в одном доме, да. Ну, у нас вот, ну... А если, то есть отключать котельный не вариант? Это слишком дорого? Нет. Понимаете, у нас в связи с тем, что у нас теперь круглосуточная подача горячей воды, теплосеть, вынуждена поднимать теплоноситель для того, чтобы обеспечивать горячую воду согласно всем санитарным нормам. Соответственно, не поднимая температуру, соответственно, у нас батареи горячие. Сколько у вас на балансе домов? 78 домов. Как готовились к отопительному сезону? Все ли дома уже готовы? Абсолютно все дома готовы. Мы вступили в отопительный сезон. У нас отопительный сезон начался с 24-го числа. К сожалению, пользуясь случаем, опять же напомню о наших, к сожалению, проблемах, которые из года в год наступают с отопительным сезоном. Это девятые этажи, где жильцы уезжают, не оставляют ключи. И сейчас у нас вот пошла волна. Вторая, получается, это там, где у нас жильцы самовольно ставят краны. На батарее, где нет перемычек, они перекрывают тем самым подачу по стояку. Что это означает? Это означает, что по этому стояку нет подачи тепла. На весь дом? Ну, на стояк, то есть с первого по пятый этаж, либо с первого по девятый по этому стояку. А в связи с чем ставят жители? Жарко. Ага, то есть жители сами, да, как-то пытаются выкручивать? Да, сами прикрывают радиатор отопления. Что-то за это грозит? Есть ответственность? Нет, ответственности нет, абсолютно, к сожалению, никакой. То есть нам жильцы опять звонят. Мы, к сожалению, опять начинаем выходить на адрес, искать жильцов, обходить с первого по девятый, с первого по пятый этажи, выявлять эти краны, просить людей, чтобы не отключали, потому что, ну, одному жарко, второму холодно. То есть у вас это сейчас циклично, да, происходит ежедневно? Скажите, а это можно назвать аномальной температурой в прошлом году? Да, в прошлом году такого не было, конечно, да. В прошлом году, ну, у нас котельная начала работать так с первого января. То есть у нас первую зиму, получается, они работали по температурной карте, вот. А с первого января 2019 года вот они начали работать уже вот как сейчас. А что делать, если вот действительно в квартире жарко, если долгое время будет держаться температура плюс 15, плюс 20? Выход один, собираться общим собранием, покупать систему погодного регулирования. Да, она стоит денег, но она себя отобьет. Как быстро она устанавливается? Ну, я думаю, что мы ее сможем установить, наверное, дня за два. А где ее приобретать можно? Куда жителям? Все к нам. Мы уже промониторили, нашли даже фирмы, которые... Мы, я же говорю, что на самом деле эта проблема назревала еще с прошлого года, потому что мы как только узнали о том, что будет подача теплоносителя, ну, горячей воды, ну, круглосуточно, то есть мы понимали, что тем самым будет подниматься теплоноситель в батареях. Поэтому мы сразу промониторили, и людям уже начали тогда предлагать эту систему погодного регулирования. К сожалению, из всех, кому мы предложили, она пока никому не понадобилась. А уже были обращения в этом году? В этом году у нас были обращения, как и на то, что горячие батареи, что отключите, так же самое на то, что уже топится у меня очень холодно, то есть... А жалобы жителей, помимо отопительного, связанных с отопительным сезоном, есть еще какие-то, на какие-то темы? Ну, конечно, мы же как работали, то есть от того, что у нас отопительный сезон начался же все остальные проблемы, как бы, ну... А какие эти проблемы? Это канализация, в первую очередь, получается, вот, это кровли, потому что, как ни крути, получается, время идет... А канализация, что вы имеете в виду, конкретно? Ну, стояк забился, получается, канализационный. Это тоже к вам? Это не ресурсоснабжающая организация? Нет, нет, нет. И как вы решите? Зона балансового разграничения. У нас везде с ресурсниками, у нас полурез здания, получается. Вот то, что внутри самого дома, это все к нам. Поэтому чистим, ломаем, пробиваем, с соседями разговариваем, получается, в принципе, то есть, ну, это жизнь, это, ну, люди как жили, так и живут, получается. Скажите, а как у нас обстоят дела с сетями, с коммуникациями в городе? Ну, вы же знаете, что у нас, ну, износ более 50%, к сожалению, поэтому тут, как бы, да... Это влияет на подачу воды? Конечно. Ну, и воды, и тепла. Просто, когда начинают коллег ругать о том, что там покопали, там покопали, надо их тоже понимать, потому что, на самом деле, у нас износ сетей свыше 50%, нам надо это все дело менять, только тогда в этом случае у нас будет, ну, качественное потребление, и, как бы, то есть, поверьте, они же не просто так копают. И хочется это дело делать без толков. Поэтому, ну, да, прорывают, да, они копают, да, они работают, да, приходится нам подсливать дома, получается. Да, когда запускается потом отопление, опять мы бежим по домам, по квартирам, по пятым этажам, опять раз воздушим. Для нас это как второй, третий, четвертый запуск, получается. Поэтому, ну, работа шла, и работа идет, как бы, и все двигается. Скажите, к следующему отопительному сезону нужно готовиться сразу, как закончится этот, правильно? Ну, а мы так и делаем, получается. На самом деле, мы же готовим планы работы, и в процессе, ну, обследования, как бы, формируем себе работу на каждый год, по каждому дому. Есть ли возможность включить систему регулирования, вот, уже на следующий год? Ну, такая возможность есть, но я же, опять же, говорю, что это прерогатива только собрания, вот, и, опять же, надо определить источник финансирования, то есть, поймите правильно. А вы можете повысить квартплату, допустим? Конечно, можем, мы только так и можем это дело сделать, получается, но это нам, опять же, надо... Согласие жильцов. Согласие жильцов, да, под протокол, получается, да, чтобы мы эту систему купили, установили, соответственно, ну, и за нее заплатили. А еще раз, одна система, сколько, 150? Ориентировочно, в среднем, стоит 250 тысяч рублей. Ага, и, то есть, если включать это в квартплату, это на сколько может увеличиться? Или это все надо рассчитывать, да? Это все надо рассчитать. Вы еще этим не занимались? Ну, я же вам говорю, что мы вот, если вот в среднем, чтобы люди понимали, вот, пятиподъездный дом, семи подъездный, ну, пятиэтажный семи подъездный, эта установка стоит 250 тысяч рублей. Но к ней, это там, где есть теплощетчик, а там, где нет теплощетчиков, получается, это еще плюс 150 рублей тысяч. То есть, если аномальная погода также продержится резонно, да, и в катарийцам это заказывать, и ее установят быстро... Экономический эффект в любом случае будет. По той простой причине, что, если мы вспомним отопительный сезон прошлый, да, вот у нас с 1 января 2019 года началось отопление, вот как сейчас, то под конец отопительного сезона у нас точно так же было много жалоб о том, что отопление, ну, сильно, ну, в квартире жарко, это, соответственно, ложится на жильцов, на деньги, получается. А скажите, а какая у нас система оплаты? У нас за одно полугодие оплатится или ежемесячно? Нет. У нас идет оплата, ну, в теплосети, либо ежемесячная, ну, ежемесячно. То есть у нас есть оплата с теплосчетчиком и есть согласно тарифам. Как она отличается? Значит, там, где есть теплосчетчик, ну, жильцы платят за гикокалории, вот, там, где нет теплосчетчика, жильцы платят по нормативу. Теплосчетчик есть на скольких домах? У нас теплосчетчики на 26. А это обязательно устанавливать его? Ну, вообще, да, в целом, государство регламентирует нас о том, что приборы учета должны стоять все. Как это теплосчетчик, так и, ну, водомеры. И в многоквартирных домах, и в частном секторе? Или частный сектор это другое? Нет, частный сектор это другое, да. То есть мы говорим только за МКД. Ага. Скажите, пожалуйста, к отопительному сезону вот в этом году какие-то проблемные истории были уже связаны, прорывы, аварийные ситуации? Ну, у нас нет. У нас, слава богу, получается, все прошло ровно, запуск прошел. Как оперативно вы на это реагируете? Ну, как оперативно, то есть. Но если течь вы выявили сразу, получается, то не в зависимости от времени суток мы идем и устраняем ее, получается. Спасибо вам большое, спасибо, что нашли время к нам прийти. Мы желаем вам хорошего отопительного сезона и этого и следующего. Спасибо.